Привет, дорогие друзья, с вами доктор Перч и Ёжик Борис, йога-терапевт, йога-психолог, йога-психолог, йога-инструктор, йога-психолог, где-то такое услышал, веган Ёжик Борис, философ Ёжик Борис, Ёжик, который не может разучиться, материться, как сапожник, потому что живет рядом с нами, человеками. Вот, друзья мои, мы только что разобрались вообще, что на самом-то деле церковь или вообще та группа людей, которая называется религия, давно-давно уже не удел, понимаешь, они как какие-то там старые валенки, которые давным-давно стоят уже у печки. Но чтобы не умереть с голода, они придумывают себе все новые и новые развлечения, вот какие-то там трактовки книг, отпевания младенцев или там мертвых, вместо того, чтобы заниматься своей настоящей работой, смотреть, чтобы не было близко родственных связей. И одна вот эта организация, которая, конечно, самая там, не знаю, насколько она самая богатая или не самая богатая, потому что я не знаю там, насколько там все богатое, является у нас католическая церковь. Да вот она, там, кто это там, как называется она, Святого Петра, вот эта вот базилика. Мы сегодня, друзья мои, отправимся прямо вот сюда вот в подвалы, потому что эта базилика была построена на месте древних греческих, на древнеримских зданиях, которые до этого тут существовали. Потом, когда эта базилика была построена, сохранились там подземные сооружения, которые позже сейчас используются католической церковью. Вот, и мы туда обязательно сходим, дорогие друзья мои, вот, но мы обязательно еще перед этим посмотрим несколько вещей, которые хочу вам показать, да, вот я хочу вам показать, смотрите, ребята, это лицо человека, который является шефом экзорцистов вообще. Вот этот человек занимается экзорцизмом у католиков, да, вот, которого в 2017 году призвали ему провести экзорцизм. Вы, ребята, это, ну не нужно быть каким-то физиогномистом, чтобы увидеть, что этот человек просто психически больной человек вообще. Это больной на голову человек вообще. Понимаете? Как только ты набираешь католическая церковь, вот там, в день в интернете, ты попадаешь в бесконечные статьи с педофилами, насилиями, наркотиками. И просто с таким, с такой грязью вообще, что мы до сих пор еще не знаем, как вот этот вот мистер, почему-то вдруг он решил самоустраниться и ушел куда-то там на покой в тень. Потому что очень много по поводу этого штука. Как только ты набираешь фамилию, там, у кардинала такого-то, такого-то, всплывают его педофильские связи здесь. Изнасилование тут, тут, тут. Кто эти люди? Интересно, ребята, что как только ты набираешь там, там вот там, допустим, исследования по поводу католической церкви, оказывается, их выпиливают с интернета. Кто-то там, смотрите, заходишь там, там, допустим, вот там, там, сколько? Три года, три года вот такой статьи, да, видео кем-то выпилено, понимаешь, выпиливается статья новая. Смотрите, если мы, я нашел вот статью, которая называется «15 секретов», там, это католики, кто эти люди, понимаешь? Мы уже смотрели, с вами видели, как они там, там, на холокост, значит, благословляли, значит, там, Гитлера спокойно, да, пожалуйста, на уничтожение там славян, вперед, вперед, вперед. Эта контора до сих пор существует, вообще. Эта контора помогала фашистам исчезать, искей, там, понимаешь? Нацистские, нацистское золото сохраняли для них, там, пока полежит, в общем, понимаешь? Доказано, что в Хорватии убили 750 тысяч человек, и все деньги там перечислены были, значит, там, лежали в банках Ватикана вообще. Мафия, то, что с 1907 года начали поступать исследования о том, что эта вся мафиозная банда связана с наркотиками, с мафией, тру-ту-туру, Тру-туру, Ватикан, 15% всех его денег, которые он имел, это все, оказывается, были деньги, связанные с мафией вообще. Просто караулы вообще. Почитайте про связи вообще мафии с этой всей, это просто пипец. Костоянно банковские какие-то скандалы в мафии, они выдают то тем, то в Панаме, то в офшорах, то дают тому деньги, то в Нурьере, то за то, за то, за то с наркотиками. Какая-то просто, не знаю, там, раковая опухоль, проституция, сеть гомосексуалистов и геев. Сейчас идет расследование по поводу Анджело Балдучи и какого-то там Тру-ту-ту-ту, которые, мало того, они, значит, им поп Бенедикт, значит, их уволил там задним числом за то, что они организовали, значит, гей, целый нетворк, сеть, значит, гомосексуалистских подпольных там этих самых проституток. Это просто, это церковь, люди, которые называют себя церковью, не знаю, там, что для этого нужно, одеть, господи, красное что-то, 5 миллиардов долларов заплатило неизвестно кому, количеству, жертвам педофилии. 4 миллиарда долларов эти люди заплатили жертвам педофилии, сколько неизвестно вообще. Секс и наркотики группа, в общем, обнаружена в апартментах в третьего паре по иерархии человека в Ватикане. Третий по иерархии занимался тем, что в его апартментах продавались наркотики и проститутки работали. Третий человек в иерархии католической церкви вообще. Поп Франциск в 1914 году признал, что 2% католических священников педофилы, 1 из 50 священников педофилы вообще. Как эта организация вообще до сих пор есть вообще? Как организация, в которой каждый 50-й педофил, то есть мы даже расстрелять, наверное, каждого там 40-го на всякий случай, как эти люди просто существуют еще до сих пор? Брат вот этого чувака, брат вот этого попа, вот этого попа, который похож на императора из этих звездных войн, вот это существо, его брат растлил 231 ребенка в католическом хоре, в католическом. Посмотрите на это вот существо вообще. Брат попа, брат человека, который здесь сидит на земле и говорит, я наместник бога. Не говори, говори, гомосексуалист. Гнусь, не надо, говорит, так не надо. Да, хорошо, я с тобой согласен, но не надо так говорить такими словами. Ты можешь как-то по-другому говорить? Изнасилованные гомосексуалисты, говори. Ребята, это просто пипец вообще. 231 ребенок изнасилован за время, когда они пели в церковном хоре. Братом попа вообще попа вообще. 300 тысяч детей украдены были в Испании за последние 30 лет. Проводится сейчас огромное просто исследование, что найдены, значит, матерям говорили, что они умерли при рождении или, значит, тру-тру-тру-тру. Но сейчас, как называется, менты, как это сказать? Ну, в общем, проводят исследование, говорят, что, скорее всего, дети были в качестве жертвоприношений в каких-то ритуальных производителях. Еще больше там какой-то поп Джон-2022, оказывается, в 62-м году был к этому причастен вообще. Вообще, ребята, есть пять черных секретов Ватикана. Один из этих фильмов называется «Ворующие детей» вообще. «Масоны», все связаны с Ватиканами. Ребята, мафиозные деньги. Деньги мафиоз, деньги людей, которые продают оружие по всему миру. 160 финансовых транзакций были произведены. Ну, это просто вообще, понимаешь? Самая огромная куча порнографии в истории, детской порнографии в истории была найдена в Ватикане вообще. Понимаешь? Ватикан промоутеров джастерс, это, я не знаю, как это перевести, даже там, продвигающий... Как его там... Справедливость, там, джастерс, справедливость, в общем, судебную справедливость. Человек, Гаян Пуэру Меримьяна, у него обнаружено там просто тонны, вот он, смотрите. Там залежи просто по, это сам, по педофильской порнухе вообще. Это кто эти люди вообще? Как эти люди до сих пор сохранились? Как их не вырезали нормальные остальные люди вообще? Как? Смотрите, вот на этом месте раньше было построено вот это вот базилик Святого Петра. На этом месте раньше говорили, что на этом месте раньше, значит, сражались гладиаторы. Потом, в общем, там были какие-то вообще там какие-то времена Нерона, там были какие-то страшные оргии сексуальные. В общем, никто по большому учету там ничего не знает, что там происходит. Но что мы знаем сейчас? То, что Ватикан сейчас открыл, называется Ватикан Некрополис, такая базилика Святого Петра, в котором, вот видите, тут внизу есть прямо вот описание, вернее, рисунки подземелья. И можно сделать такой виртуальный тур, чтобы попасть, в общем, туда-туда-туда, в эту комнату, в эту комнату, в эту комнату, в эту комнату, в общем. И давайте мы так и поступим вместе с вами, ребят, вот, потому что я начал делать это видео, когда у меня туда вот еще этот сайт грузился, вот, а теперь я зашел вчера, в общем, пытался мне что-то писать, перестал грузиться. Но я перед этим сделал несколько фотографий, вот, с этого сайта, значит, и подофигел. Давайте мы начнем-ка с этой вот комнаты Сэ вообще, Сэ-Сэ. Смотрите, ребят, находится, вот она тут комната, вот она себя представляет, такой тут древняя комната какая-то, небольшая, с дырочкой в правом боку, тут в полу дырка. Вот она, да, вот она, смотрите, древняя какая-то греческая, древнеримская, тра-ля-ля-ля-ля-ля, значит, тру-ту-ту-ру-ту. Читаем, давайте-ка прочитаем, что тут написано и ужаснемся. Давайте почитаем, давайте. Да, офигеть, говорит. Так вот, смотрите, вот это вот вид на северный пол и на мозаичный пол. Вот, и в углу мозаичного пола у нас есть восемь квадратов с дыркой, через которую раньше делались подношения мертвым, смерти, во время ритуалов. Вот они, ребят, пожалуйста, смотрите. Над комнатой, над которой сидит там поп, который там, не знаю, к чему там, знаменит вообще. Оказывается, есть дырка, куда приносится пожертвование мертвым вообще, в мир мертвых вообще. Мы, мы, это что это такое, ребят? Ватиканская в Некрополь. Мы заходим в комнату под названием И, ребята. Пустая комната, вот она, смотрите, вот она. Пустая комната. В ней стоит повернутая лицом к человеку, который заходит в эту комнату, ваза. Ваза это представляет себя, а на вазе лицо горгоны. Да, вообще-то, я думал, что уже все эти там варварские обычаи даны, в общем, как-то там должны были замениться на христианские, понимаешь? Оказывается, там лицо медуза горгона. Если начинать читать про медузу горгона, сами, ребят, почитайте. Знаете, да, эту всю известную там, как ему там какие-то там отрезали голову, Персей там ее там убил, ля-ля-ля, в общем, все это происхождение. Мы, кстати, почитаем потом происхождение всех вообще богов древнегреческих, кто им написал вот эти все, кто там кого убил. И мы посмотрим потом, к чему горгона относится вообще, к какой силе будет. И в отрубленном состоянии взгляд головы горгона сохраняет способность превращать людей в камень. Что это такое? Там интерпретация, кто она была, что она такое? Ребята, это же просто пипец вообще. Это просто пипец. Вот смотрите, мы заходим дальше в комнату под названием Эйч. Дальше Ситопоть, мимо тут горгоны. Вот опять заходим в комнату. Смотрите, ребята, пустая комната с ячейками вот такими. А в этих ячейках вот такие лица стоят. Ничего не напоминает вам вообще? Игры престола не напоминают вам, нет? Помните, как Дарья ее называют? Ария ходила там по пипец. Один в один просто. Я думаю, ну откуда же у этого человека такая фантазия, понимаешь? Да вот отсюда фантазия. Причем там еще все эти лица, сейчас я прочитаю. Сейчас тут всякие лица. Смотрите, я тут плохо отрезал. Голова ребенка, значит, сзади волосы подрезаны специально, как будто бы культ Азис. К древнеегипетской богине Азис. Это просто пипец вообще. Кто, причем тут, это просто вообще. Смотрите, какие фрески. Фрески, в которых рог изобилия вливается в живот, короче, там одного из ангелов. Другая штука, ребята. Ватиканский некрополит, совершенно пустая стена, на которой древняя мозаика находится. Древняя мозаика кого? Ничего вам Рогатова тут ничего не напоминает вам, ребят? Но про Рогатова мы сейчас дальше пойдем. Вот мы сейчас идем сюда, ребята, в комнату под названием Ю. И мы видим здесь описание Люцифера или утренней этой самой. Вот она, ребят, смотрите. Пустая комната. Пустая комната, ты заходишь, и вот, пожалуйста, тебе в качестве большущей иконы висит Люцифер. Мы нормальные вообще все люди? Ребят, вот он, Держнев Рогатова, вот он, Люциферчик. Люциферчик. Ну, говори, мерзавцы. Говори, сатанисты. Буря, ну ты ругаешься очень много, не знаю. Ребята, это же просто пипец вообще. Кто эти люди вообще? Кто эти люди? Как они сохранились вообще? Значит, почитайте, почему вопрос возникает. Возникает, почему этот Бенедикт 16-й отрекся от престола, там можно с ума сойти от сплетен, потому что там то ли он был замешан то ли в гейском, то ли в педофильском каком-то скандале, и он сам ушел, отрекся от престола. Понимаешь, что ему амбец, этот человек вообще, чей брат изнасиловал 231 ребенка. Кто эти люди? Как эти люди вообще существуют? Вся эта элита мировая, понимаешь? Потому что элита мировая с ними тесно связана. Я не знаю, чем. Мы сейчас узнаем, кстати, чем. Понимаешь? За год человеческий трафик людьми, рабами вырос на 35% за один год. Понимаете? Вот единственный нормальный, адекватный человек в этом Голливуде, это Аштон Кучер, который выступает вообще и говорит, ребята, мы что, остановитесь, что мы делаем? Алло, вообще, давайте же обратим внимание на проституцию, на рабство, на торговлю детьми, на воровство. Что мы делаем вообще? Элита гребанная, извините за выражение. Понимаете? Человек выступает, посмотрите, прочитайте, пожалуйста, на Teen Choice Award, что он говорит. Три миллиона посмотрели людей. Настоящий мыслитель вообще. Я думал, просто все актеры там, все идиоты. Ну вот человек единственный нормальный человек. Понимаешь? Выступает вообще. Это же просто пипец, ребята. 17-й год. Огромная педофильная сеть раскрыта в истории. 70 тысяч человек, короче. Куда идут все тяги? В Вашингтон вообще. Массивная педофильская группа. Самая огромная педофильская группа была открыта вообще. В английский, английский спикер парламента на 15 месяцев отправлен в тюрьму за то, что насиловал, значит, малолетних детей. Это что такое вообще? Это что такое вообще? Бывший спикер Сената идет на 15 месяцев. Засексуально, значит, унижал студентов вообще. Что это такое, ребят? Что это такое происходит вообще? Мы реально совсем с ума сошли, ребят? Какая церковь, какую функцию она на себя берет? Как же ж вы врете нам и врете и врете? Если будет больше церквей там в какой-то пошаговой доступности, жить станет лучше и люди перестанут, значит, быть скотами. Да как же ж они перестанут быть скотами? Билл Клинтон летал на самолете педофила на его частный остров, на котором известно, что там насиловали девочек 13 лет вообще. Я уже не говорю про вот эту вот группу, понимаешь, которых сейчас там в этом году обвинили в сексуальных домогательствах вообще. В том числе Буша-старшего вообще. Буш, дедушка Буш старший, оказывается, он еще и тот известный там чувачок вообще. Я уже молчу про Кевина Спейси. Кевин Спейси, дружбан Билла Гейта. Билл Гейтс, он говорил, это мой лучший друг, короче. Они, оказывается, вдвоем летали на так называемый Лолита-экспресс. Лолита-экспресс на таком самолете частном, оба-на, на частный остров, короче, вот этого чувачка, вот этого педофила, который уже сидит в тюрьме, я понимаю, потому что он в Америке, или, не знаю, там сидит, наверное, под домашним арестом, как сейчас там сидит, там, этот, бывший, да, как-то там, украинский министр, который там украл столько денег, тварь, в период, когда я лично не получал зарплату 8 месяцев. Как его звали? Порошенко, там, как, все там на одно лицо, Порошенко, Симоненко, Ющенко, все это, мрази все это. Эпстейн, ребятам, ребят, частный остров, на котором собирались Лолиты, понимаешь, и туда возились Билл и Клинтон, и Киван, и Спейси, все туда. Вот остров, на нем находится храм из Зиды, на котором проводятся, что, жертвоприно? Ребята, это просто пипец. Билл Клинтон, вот, летит с четырьмя охранниками, с двумя мужичками и одной тёлочкой, короче, малолетней. Вот что, с ума сошли, вот, понимаешь? Кто эти люди? Эти люди, Билл Клинтон, руководил Америкой, там, 8 лет. Оказывается, он еле-еле отмазался, когда был студентом от изнасилования и избиения, там, короче, двойного изнасилования. Лолита Экспресс, в 69-м году в Арканзасе против него, оказывается, были выдвинуты, против изнасилования и избиения. Эти люди, этот человек, понимаешь, Банди, Билл изнасиловал и насиловал людей, он сел в тюрьму, потому что он маньяк, понимаешь? А этот человек, который бил женщин и их насиловал, он стал президентом страны, которая потом развалила, блин, ещё мою страну вообще. Это просто пипец, понимаешь? Пицца Гейт, известный вам скандал, который закончился. А, да, это всё враньё, это всё конспираси, конспираси, конспирация, теористы там. Ребятам, поговорим по поводу всех этих теорий, конспиративных всяких теорий вообще. Это просто пипец вообще, это просто, 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 это просто. Что происходит вообще? Понимаешь, в прошлом году в Дании грохнули огромная просто сеть педофилов. Child, изнасилование ребёнка, Хастер, садится на 15 лет, бывший спикер американского парламента. 15 лет, в месяцев, извините меня, 15 месяцев. В 15 месяцев серийный насильник детей садится на 15 месяцев вообще. Это просто пипец. Всё, смотрите, исчезающие дети в Вашингтоне, как там в социал-медиа вообще происходит. Вот этот паренёк, вот этот вот Bright Insight, он, короче, интересно, вот что пишет. Он говорит, что как только в телевидении проходит, значит, какая-то там 30-секундная информация, там 10-секундная информация про педофилов в Вашингтоне, обязательно после этого говорится, значит, про плоскую землю. Вот, и он говорит, что, ну это же просто уже смешно, то есть каждый раз идёт там какой-то сюжет 10-30 секунд про то, что там где-то в Вашингтоне очередного какого-то педофила накрыли, значит, и после этого обязательно идёт разоблачающая, значит, какой-то там передача, или там 10 минут о том, что земля же не плоская, понимаешь, чтобы отвлечь внимание людей. Это просто пипец. Трамп встретился, значит, с попом Франциском, и что ж произойдёт? Это просто пипец, ребят. Оказывается, в Ватикане ещё мало того, что там существуют подвалы с люциферами, существует ещё такой секретный архив огромный. Да, огромный архив, ребята, почитайте. 85 километров стеллажей с документами, часть из которых вообще невозможно туда добраться. Документы с 1939 года невозможно посмотреть вообще. Вот они, огромные просто, 84 километра архивов. Если почитать, как туда нужно зайти, это как типа Донецкая там общественная библиотека. Нужно заполнить карточку, написать обязательно, какой научная работа это карточку. Нет никакой цифровой, нет, они ничего не цифруют, понимаешь. Ты должен знать адекватный номер того архива, который ты ищешь, и тогда ты можешь сделать запрос на карточку. Тебе придёт бумажная карточка, и после того, ты там должен знать, значит, букву, у которого алфавита, и тебе дают только не больше трёх карточек в день вообще. Это просто пипец. С 1939 года не разрешено ничего публиковать вообще. Какие-то на полшишечки люди вообще. Кто вы? Люди, как это так? Вы, кстати, знаете, что Ватикан имеет свою собственную обсерваторию космическую вообще? Телескоп свой, не знаете, пожалуйста, наберите, посмотрите, свой собственный телескоп. Господи, Боже мой, ну вот, ну что после нашей цивилизации останется буквально там через 200-300 лет? Вы посмотрите, вот Титаник утонул в 1986 году. Прошло в 2111 году, от него ничего не останется вообще, ребят. 200 лет ничего не остаётся от цивилизации, ничего не остаётся от машин, ничего не остаётся от сметных построек, там, из бетона через 50 лет, машина сгнивает через 30 лет, понимаешь? Что мы оставим? Эти цивилизации хоть что-то оставили там после себя, понимаешь? Наша цивилизация, там, акведуки, они хотя бы оставили акведуки, мы хотя бы можем посмотреть и сказать, ух ты ж, ёрлый пал, эти люди пили реально родниковую воду. Мы можем пить родниковую воду? У нас есть деньги на то, чтобы провести к себе в квартире родниковую воду. Вот так вот, ребята, вот, вот, вот они, вот они. Прекрасная цивилизация с огромными какими-то домами, в которые ходили религиозные священники и научные работники, изучали там, всход светил, заход светил, Венеры, там, какие-нибудь ещё там коллайдеры, понимаешь? Вот, вот и всё, вот чем всё это закончилось, ребят, ничем. Где ответы на вопросы? Что мы, мы же что, не видим, что одно и то же, по всему миру была какая-то огромная цивилизация, которая там исчезла. Где ответы? Мексика, Египет, Камбоджа, одни и те же пирамиды, одного и того же вида. Чироки. Оказывается, они из Азии, Средней Азии. Американцы, первые американцы, оказывается, с Амазонии, они к инкам, фу, к этим, к австралийским аборигенам. Никотин и кокаин найдены в мумиях, в египетских мумиях вообще. Вот что останется, ребят, вот что останется. Опять же останется древняя цивилизация, ребят, которые нас переживут вот так вот. Во главе их стояли фараоны. А кто это такие, мы поговорим, ребят. Мы поговорим, почему бороды привязаны, мы поговорим, как эти люди достигали Дианы, почему, что такое сфинск и так далее, и так далее, и так далее. Я потом берегу на потом, потом поболтаю. Ребята, ужас просто, ужас, ужас. Как можно сохранять церкви вообще в том виде, в котором они существуют. Это же просто... Ну, антихристы, говори антихристы. Нет, ну не надо так говорить. Говори гомосексуалисты. Ну, твари, хорошо, согласен. Ребят мои, все, давайте, пока с вами доктор Перч и Южик Борис. То есть, неужели мы настолько вот глупые, да, настолько глупые, что мы верим там, там, родина матушка, там, Порошенко оградил, там, продает в этом Ашане конфеты, мы называем этот Ашан родиной матушка, и там, ходим за ней, умираем вообще, понимаешь. Там, какие-то люди, мы целуем руки людям, которые умеют нашептать молитву над трупом вообще, и все. Что мы делаем вообще? Где наша честь? Мы можем заставить этих людей сделать нам пять условий, ради которых вообще мы живем, понимаешь. Нашу нужду, чистая вода, нормальная еда, человеческое жилье, чистый воздух и мир. Пока, с вами доктор Перч.